Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю аудио-видеозапись в статьи профессора Ковалевского, индуцированное помешательством, напечатанной в его книге «Судебная психиатрия», курс, читанный в Санкт-Петербургском университете, Санкт-Петербург, 1902 года. Бывают случаи, когда лица, ухаживающие за душевно больным, сами заболевают той же самую болезнь, что и их пациент. В таком случае происходит заболевание двух, трех и более лиц, почему такая форма помешательства носит название «фолия А-дой», «фолия А-трое» и так далее. При этом выходит так, чтобы умопомешательство одного лица переходило на другого. Почему Лемон называет эту форму умопопешательства индуцированным умопопешательством? По содержанию эта форма умопомешательства ничем не отличается от обычных форм. Так происходит одновременное заболевание меланхолии, манией, паранойи и так далее. Чаще всего и почти исключительно фолия А-до является в форме паранойи. Фолия А-до развивается обыкновенно при известных более или менее определенных условиях. Для этого требуется, чтобы на лицо было индуцирующее и лицо или лица индуцируемые. Почти всегда индуцирующее лицо отличается сильным характером, настойчивостью, энергией и способностью к господству над окружающими. Нередко к этим особенностям приоссоединяется и умственное превосходство в смысле образования, быстроты соображения, начинания и прочее. Индуцируемые лица отличаются слабохарактерностью, склонностью к подчинению, отсутствием самостоятельностью и склонностью к подражанию. На такой почве очень легко развивается образ мысли лица индуцирующего, таковы личные свойства илма и характера индуцирующих и индуцируемых лиц. Но этого мало. Лица, подвергающиеся заболеванию и индуцированным помешательствам, почти всегда дегенераты и с психопатологической наследственностью, следовательно, уже от рождения эти лица обладают родственными и исходными качествами ума и характера. Это подобие усиливается еще более совместным воспитанием при одних и тех же взглядах, убеждениях, предрассудках, суеверии и прочих, что еще более их сближает и делает тождественными. Обыкновенно бывает так, что индуцирующее лицо и в обычной жизни служит в семействе каким-то кумиром, перед которым преклоняются, его слушают, почитают и обожают. К этим условиям можно присоединить неблагоприятные условия жизни, ослабляющие и истощающие организм, индуцируемых лиц. Сюда относятся продолжительный уход за любимым больным, бессонные ночи, недоедание, тоска по больным, беспокойство, опасения, волнение, физический недуг, истощение и прочее. Этим объясняется, почему в большинстве случаев индуцированными лицами являются преимущественно женщины. К числу предрасполагающих причин можно также отнести молодой и старческий возраст. Ближайшими причинами заболевания по В.И. Яковенко служат разорение, потеря денег, проигранный процесс, потеря заработка, нужда, голодание, семейные неприятности, ссоры, скандалы и другие условия. Тяжко потрясающие семью. Рядом с этим лица, страдающие индуцированным умопомешательством, весьма часто носят на себе видимые следы физического вырождения. Порядок заболевания индуцируемого лица обыкновенно такой. При болезни одного лица, индуктора, обыкновенно все остальные опечалены и подавлены. Они стремятся успокоить больного и разубедить его. Но вскоре оказывается, что этот прием не только не успокаивает больного, а еще более укрепляет и раздражает его. Тогда стараются молча соглашаться с его доводными положениями. Такое замалчивание с течением времени переходит в соглашение. Тем более, что бред в большинстве случаев касается обстоятельств близких семейств. Если ко всему этому присоединяются галлюцинации, то фоли ХАДО готова. Так может возникнуть заболевание двух, трех, четырех и прочих лиц. Если семейство таких больных предоставить самим себе, то болезнь их усиливается. Они уединяются от людей, нередко кончаясь самоубийством или переходят в слабоумие, а иногда совершают скандалы и даже преступления. Иное дело, если таких больных захватить и изолировать в начале их заболевания, обыкновенно индуцированные лица быстро поправляются, отказываются от своего бреда и становятся вполне здоровыми. Иное положение индуцирующих лиц, те остаются в том же положении, как и прочие больные. И индуцированное помешательство имеет большое значение в том отношении, что иногда в таком виде охватывает одинаковым бредом десятки и сотни лиц, и тогда умопомешательство становится эпидемическим. Появлению эпидемического умопомешательства способствует невежество толпы, общность суверий, общность несчастья, как война, голод, замерзание, жажда, безводные пустыни и прочее. Такие эпидемии особенно чистые и повальные были в средние века. Появляются они время от времени и теперь. Так недавно такой случай эпидемического помешательства описал профессор Яосикорский, где один параноик образовал довольно многочисленную религиозную секту. Такой же случай эпидемического помешательства я наблюдал в Харьковском доме умалишенных, куда прислали на испытание умственных способностей основателя секты, неохриста, параноика, переходящая в слабоумие и человек семь-восемь апостолов. Все таковые секты имеют в основе своей живую потребность в вере и духовном утешении, отсутствие духовного лица, которое удовлетворило бы этой потребности невежества, массу суеверий и тому подобное. И вот, если в такой среде появляется параноик, религиозный реформатор, то он легко увлекает эту невежественную массу, навязывает ей свой бред и создает целую секту. Случай Д.Н. Стефановского. Вудс приводит следующий случай индуцированного помешательства пяти лет. Это были мать 45 лет, дочь 24 лет, сын 22 лет, дочь 18 лет и дочь 15 лет. Все эти лица, под влиянием общих им всем галлюцинаций и бредовых идей, убили одного из братьев, эпилептика, которого они приняли за черта и колдуна. Убийство по решению всех пяти членов семьи было совершено матерью и братом. Очень интересный также случай Матинек, в котором одержимы были демономаническим бредом преследования четыре лица одной и той же семьи. Причем, под влиянием охвативших их галлюцинаций и бредовых идей, они совершили целый ряд скандалов и проступков. Коля приводит следующий случай фолия атроэс, то есть помешательства троих. Больны две сестры и брат, все с явлениями наследственного вырожения. У младшей сестры после какой-то маточной болезни появился параноический бред с характером преследования и сутяжничества. Эти бредовые идеи были пассивно восприняты старшей сестрой, на которой они достигли подобного развития. Больные помещали прощения, жалобы в газетах на некоторых духовных лиц, врачей, дам и других, которые составили коалицию с целью вредить им и сделать их жизнь невыносимой. Впоследствии к ним присоединился и брат. Доктор И.В. Константиновский сообщает следующий случай индуцированного помешательства, окончившегося весьма печально. Сообщение касается пяти сестер, окончивших жизнь совместно с самоубийством. Шестая сестра из этого семейства находится в доме умалишенных в состоянии паранойи. Девицы Д. происходили из достаточной семьи и в детстве имели много странностей. Так, будучи детьми восьмидесяти лет, три старшие сестры, получая домашнее воспитание, не желали брать уроки у учителя, который им почему-то не нравился. По смерти отца двух младших сестер отдали в гимназию. Но курс окончить они там не смогли вследствие столкновения с учителями, подобно старшим сестрам. Отношение дочерей к матери было трогательное, и мать их тоже боготворила. В 1875 году семья переехала в Москву, обладая достаточным капиталом. К времени последнего события им было от 24 до 35 лет. По смерти отца старшие дочери ни на миг не отпускали из глаз младших, опасаясь дурного влияния. Старшая сестра отличалась холодным рассудительным умом и руководила всем ходом дел, которая была беспрекословным исполнительным органом. Остальные находились в беспрекословном повиновении. Задавшись целью оказывать помощь всем нуждающимся и водворить в обществе довольство, они не обратили свое внимание на благотворительность и удовлетворение духовных потребностей. Открыли библиотеку, в которой давали приют гонимым лицам, под видом занятий. Кроме того, они подбирали на улице несчастных собак и преимущественно кошек, и содержали их у себя. 16 кошек и 3 собаки. Как в рассказах, так и в действиях их преобладал фантастический элемент. Они рассказывали своим знакомым чудеса своей отваги и изворотливости. Жизнь вели замкнутую, общение с другими лицами было самое ограниченное. Даже при близких людях они не говорили громко о своих интересах, всегда перешептывались. Присутствие посторонних людей избегали. Если пришедший заставал в комнате другую сестру, кроме той, которая вела разговор о доме, то она непременно или закрывалась, или, лежа на диване, а чаще на полу, отворачивалась и в разговор не вступала. Для принесения большей пользы ближним одна из них сделалась акушеркой. Но своей специальностью мало занималась. У всех девиц замечались странные отношения к браку, семье и детям. Даже, можно сказать, неприязненные, что они посторонним объясняли помехой семьи заниматься благотворительностью. Несмотря на скрытость, они рассказывали, что находятся на подозрении у полиции, что еще во время житя и в провинции мимо их окон ходили шпионы, говорили о бывших у них обысках, но эти подозрения были, по крайней мере, преувеличены. Мало-помалу средства их иссякали. Им приходилось постоянно прибегать к займу под большие проценты, и крайняя нужда грозила им с часу на час. 1 апреля 1890 года умерла их мать. Высказываемую ими некоторым знакомы мысль, что после смерти матери им жить не для чего, что только при матери все их начинания имеют успех, несмотря на гонения и притеснения со стороны администрации. Они с редкой предусмотрительностью привели задуманное в исполнение в ночь на 3 апреля 1890 года. Они разослали все имеющиеся у них деньги своим кредиторам, оставив своего знакомого в руках сумму, необходимую для погребения матери. Отравили своих животных, написали множество писем, в том числе одной своей кредиторши, которой после некоторых просьб желает долгой жизни. Они постарались удалить из дома единственную свою прислугу, приобрели необходимое количество угля, и запершись в комнате, и закрывши тщательно все отверстия и щели, улеглись все рядом на полу и умерли от угара. Тут же я продолжаю следующую статью, начитывая следующую статью того же автора, то есть профессора Ковалевского. Статья называется «Кликушество» и размещена была в том же самом учебнике судебной психиатрии профессора Ковалевского, напечатанном в Петербурге в 1902 году. Кликушество. Близко к истерии стоит кликушество, очень распространенное, особенно на севере и в средней полосе России. В своем изложении клинической картины «Кликушество» мы будем придерживаться прекрасной монографии Я.В. Краинского. Кликушество проявляется почти исключительно у женщин, и при том крестьянского сословия. По существу кликушество есть то же явление, что в средние века была дьямономания или одержимость бесами. Причем в одних случаях кликушество дьявола поселялось самопроизвольно, и одержимость дьяволом выступала на первый план. В других же на первом плане стояла порча колдунами, или колдуном-знахарем, который вселял больную порчу. Кликушество проявляется эпидемически и спорадически, и охватывает женщин от 12-летнего возраста и до глубокой старости – девушек, замужных и вдовых. Редко болезнь длится короткое время и проходит бесследно. В большинстве же случаев она длится годами и даже пожизненно. Начинается болезнь в большей части сразу с точки определенного больными момента, который обычно совпадает с каким-нибудь происшествием, которому больная приурачивает свою порчу. Засим болезнь постепенно усиливается и в течение недели-месяцев достигает полного развития. Первые признаки болезни проявляются в форме субъективных болезненных ощущений, изменения характера и настроения больной. Особенно часто вначале появляется боль под ложечкой и чувство подкатывания под сердце. К этому скоро присоединяется и глебус и истерику, ском в горле, Джордж Горбатов, чувство стеснения сердца, ощущение твердого тела под ложечкой, метеоризм, а не менее спины и конечности, чувство ползания мурашек, мучительное неопределенного характера, болезненные ощущения, появляющиеся без всякой правильности в различных частях тела. Кликуша становится замкнутой, скрытной и раздражительной. Все ее мысли сосредотачиваются на ее болезни и ничего ее более не интересует и не веселит. Уже очень рано она принимает вид страдалицы, причем покорно и безропотно отдается постигшему ее несчастью. На этой подготовительной почве развивается насильственное представление, болезнь святости, укрепляющиеся путем внушения со стороны окружающих и самовнушения. Болезнь святости есть главный симптом кликушества, из которого уже выводится заключение вселения в нее нечистой силы. Уже с самого начала кликуша начинает ожидать, что у нее скоро появится нетерпимость к святым предметам, иконам, ладану, церкви и прочим. И вот в церкви или на богослужении в доме у кликуши разряжается первый припадок. Чаще всего при этом кликуша кричит на голоса, при этом она или издает лишь бессловесные звуки, с различными переливами, интонациями, без всякой правильности и ритма, напоминая лай собак, всхлипывание, кукуканье, перемежающееся иконем и рвотными движениями, или же они выкрикивают определенные слова, имя, испортившего ее лица и прочее. Голос кликуши пронзительный и громкий, и почти весь крик построен на высоких нотах. Каждая музыкальная фраза крика повышается и ускоряется, и затем вдруг обрывается. Очень часто кликуша во время припадка начинает богохульствовать, рукать игоны, причастие и прочее, произнося свои ругательства от имени сидящего в ней беса. К этому почти всегда присоединяется ряд двигательных явлений. Кликуша падает на землю быстро и стремительно, но при этом не разбивается и не задевает окружающих ее предметов. По падению кликуши развиваются беспорядочные движения в форме произвольных и целесообразных движений, совершаемых в состоянии душевного экстаза. Правильность и последовательность в этих движениях незаметна. Крик, падение и двигательное возбуждение и составляют наиболее существенные проявления припадка, обыкновенно дящегося от 10 минут до 2-3 часов. Органы чувств кликуши во время припадка функционируют, она видит, слышит, обоняет, зрачки без изменений. Иногда в припадке больные плюются и кают, производят отрыжку, рвотные движения, отдуваются, дуют, издают сопящие и хрипящие звуки, дыхание у них учащенное и глубокое, пульс 100-110 ударов в минуту. Кожные чувства понижены и на раздражение этого рода больные не реагируют. Иногда у кликуш в припадке наблюдается трясение и различные проявления дрожи. После припадка наблюдается расслабление мускулатуры, особенно после окончания припадка сном. Рефлексы в припадке остаются без изменений, под отделение усилено соответственно напряжению припадка, сознание во время припадка не теряется, но после припадка у них наступает полная амнезия. То есть они не помнят, что с ним происходило во время приступа. Замечательно то, что в припадке кликуша относятся к испортившему ее лесу со злостью и ненавистью, в неже припадка со смирением и соболезнованием. Припадки повторяются неправильно от нескольких раз в день до одного раза в году. Обычно их появление приурачивается к церковным службам и обрядам. В состоянии кликушества многие авторы относят к истерии. Н. Бен Краинский с этим не согласен и относит его к состоянию сомнамбулизма, причем некоторые кликуши обладают способностью ясновидения. В судебно-медицинском отношении в кликушестве должно различать два состояния – припадки и светлые промежутки между ними. В первом случае могут совершаться самые разнообразные деяния – осквернение святынь, оскорбление в личности, поджоги и т.п. Несомненно, что все эти деяния, хотя и сознательные, но совершаемые в патологическом состоянии сознания, а потому и, безусловно, не вменяемые. При этом, однако, должны строго следить за тем, чтобы не было симуляции приступа. Что же касается светлых промежутков кликушества, то все деяния этого состояния вменяемы и заслуживают только снисхождения ввиду того, что кликуша, как таковая, представляется уже личностью с подорванной, неуравновешенной и неспособной оказывать стойкое сопротивление внешнему раздражению нервную систему. Список литературы. Сумасшествие четверых, размещенное в журале под редакцией профессора Ковалевского, страница 287. Моролер. «Юбо индукшиен и резин и юбо айнсельне индуктирте эршайнунген». Значит, о индуцированном сумасшедче и о единичном проявлении. Индуцированном проявлении. Напечатано в альгемайном сайт Шриффер психиатрии, 1894 год. Н.В. Краинский. «Порча, кликуши и бесноватые». 1990 год. 1900 год, извините. Ну что, на этом я заканчиваю чтение статей из книги профессора Ковалевского «Судебная психиатрия». Благодарю вас за внимание и до следующего чтения.